Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Бомбил больше не будет. За проблему нелегальных такси взялись на высоком уровне. Проверка знаний. Анапчане написали большой этнографический диктант. Успеть за 60 секунд. В детском лагере загорелся легковой автомобиль. Пожарные сработали на отлично. Проблема нелегальных такси многогранна. Это и удар безопасности в сфере пассажирских перевозок, недополученные бюджетом налоги, а в случае «Анапы» имидж курорта, который страдает из-за бомбил. Они не знают города, берут пассажиров в три дорого и при этом ни за что не отвечают. Есть один эффективный метод борьбы с нелегалами – изъятие транспортного средства. Но для этого нужно объединить усилия контрольных ведомств, правоохранительных органов и городских служб. Об этом говорили в администрации «Анапы» на выездном комитете законодательного собрания Краснодарского края. Плюс 200 легальных таксистов. В 2017 году в «Анапе» значительно выросло число предпринимателей, которые получили разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. На 23 октября 2017 года выдано действующих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси лицам, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на территории муниципального образования в количестве 942 штуки. Количество перевозчиков, имеющих действующие разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в 2015 году было 460, в 2016 году было 737. Но каждый год в разгар сезона бомбилы приезжают со всей страны, обогащаются за счет гостей курорта и при этом уходят от уплаты налогов. Глава Анапы подчеркивает, такие выездные совещания, которые проводят депутаты законодательного собрания Краснодарского края, возможность не только заявить о существующих проблемах, но и вместе найти им решение. Мы сегодня можем конкретно задать вопросы, что нам нужно сделать для того, чтобы навести порядок с диспетчерской службой. Они на уровне законодательного собрания Краснодарского края могут принять закон какой-то. Предложения есть какие-то конкретные, мы давали или не давали? Необходимо усиливать консолидацию всех заинтересованных сторон, считают участники совещания, и вносят в протокол. Совместно с контрольно-надзорными органами в кратчайшие сроки разработать комплекс эффективных мер. Например, к нарушителям налогового законодательства, службам такси, действующим через мобильные приложения. Они все работают, скажем, с нарушением законодательства. Нет, они-то сами эти предприятия, которые вызывают, они-то платят налоги, тут никто к ним не подкопается, но они являются организаторами незаконных перевозок. Вопрос налоговой полиции, то есть налоговиков, уважаемые коллеги, почему вы не предъявляете к ним вопрос, на каком основании они с этих таксистов берут деньги? Налоговая инспекция имеет право проверить каждый договор, по которому диспетчерская служба такси получает доход от физических лиц, таксистов. Это рутинная работа для налоговой, но она должна быть проведена, он должен дернуть всех. 10, 50, 100 человек и сказать, ты оплачивал? Оплачивал. За что оплачивал? А ты, значит, не предприниматель, но оплачивал. Тогда давайте начислим его. Пополнение бюджета – дело управленцев и законодателей, но потребителю тоже надо быть на чеку. Нелегалы не несут ответственности за вашу жизнь и здоровье. Предъявлять претензии будет некому. В Анапе только пять официально зарегистрированных служб заказа такси. Это такси 058, Форсаж, Семерочки, Альфа и Мотор. Задача – не закрыть остальные, а заставить их работать в рамках закона. Самые же проблемы, тут же присутствуют три курортных города. Самые проблемы возникают когда, Алексей Владимирович? В период курортного сезона. Да, есть время подготовиться. Сегодня этих нелегалов, может, не так уж и много, но они, как правило, не начинают наезжать с мая месяца июля. Со всей страны, да? Да. Спасибо вам за проведенное совещание. И с горсоветом, с депутатами поговорим. И есть о чем подумать. И с налоговой поговорить, Алексей Владимирович, там тоже масса проблем. 22 ноября в Законодательном собрании края пройдет расширенное заседание по вопросу транспортного обслуживания легковыми такси. Будут выработаны рекомендации, которые позволят навести порядок в этой сфере услуг. Жители Гостогаевской предлагают обратиться к краевым властям, чтобы ускорить выделение средств по программе газификации. Об этом стало известно в ходе заседания Совета общественности Станицы, организованного отделом по работе с обращениями граждан администрации города. Энергетики рассказали, почему пропадает электричество, а депутат поможет отвезти дождевую воду с одной из улиц. Заседание внеочередное. В местной администрации отреагировали на обращения граждан. Это улица Степная, на окраине станицы Гостогаевская. Здесь низина. Если идет дождь, то по ней трудно пройти, не замочив ноги. Во время ливня проезжая часть и вовсе превращается в бурную реку. Все потому, что у обочин должна быть дренажная система. Здесь она похожа на пунктир. Где-то есть, где-то нет. Здесь есть только у нас в трех домах. Строители, как изначально, прокопали. И вот в этом доме, вот видите, канава есть. Эти канавы во время воды, дождя, вот эта паводка, все наполняется, бежит здесь сплошным потоком. То есть здесь все смывает. Отсыпали дорогу в том году. Дороги нет, как видите. Все буквальным образом. Канавы, все бежит. То есть здесь даже дети. Мы, чтобы пройти в магазин, мы одеваем брони. Вопрос подняли на заседании Станичного совета общественности с участием депутатов и представителей муниципалитета. Глава Гостогаевского сельского округа Олег Нихаев пояснил, что для начала земляных работ, помимо схемы расположения водовода и линии связи, нужно еще и согласие всех жителей. Координировать действия взялся депутат горсовета Геннадий Демурчев. Договорились встретиться на месте через неделю. Заседание внеочередное. Его организовал отдел по работе с обращениями граждан городской администрации. Один из самых острых вопросов – газификация. В станице уже есть распределительные станции. Местные жители подготовили проект, но ситуация уже два года не сдвигается с места. Мы за две недели собрали деньги. Это значит, что мы где-то в конце февраля были. В марте мы уже отдали все деньги. У нас документация уже должна была быть готова. Как нам все говорили, что будет готова у нас к сентябрю месяц. И мы попадаем в программу 2016 года. В городском управлении капитального строительства пояснили, что деньги, собранные станичниками, никуда не пропали. Больше года потребовалось на проектирование и экспертизу. В конце 2016 года документы направили в администрацию Краснодарского края. Именно из бюджета региона должна поступить большая часть средств на строительство. Заявок слишком много, поэтому образовалась очередь. Будем надеяться, что на следующий год нам дадут на четыре объекта. Если нам не дадут на четыре объекта, то будем надеяться, что на девятнадцатый год. Вот такая ситуация. Еще один проект сначала прошел государственную экспертизу. Затем газовики потребовали предусмотреть другой тип труб. В итоге и они, и заказчик проекта обратились в Министерство регионального развития, чтобы разрешить спор. Ответ уже на пути в Гостогаевскую. Те, кто поднял вопрос в частной беседе, отметили, что прояснить ситуацию было важно не меньше, чем ускорить процесс. Так или иначе, но благодаря государственной программе софинансирование владельцев домов оплачивают лишь пятую часть от стоимости сетей низкого давления. Один из вариантов – обратиться с письмом в администрацию края с просьбой ускорить выделение средств. Председатель Совета общественности предлагаю написать коллективное письмо от всех жителей по этим улицам, которые сегодня были озвучены. Заручиться поддержкой депутатов наших местных, заручиться поддержкой Совета муниципального образования. Как-то получить поддержку со стороны главы. Тем более, что отсутствие газа увеличивает нагрузку на электрические сети. Местные жители обратили внимание на то, что этой осенью у части станичников периодически пропадало электричество. Иногда на сутки и более. Недавно массовые перебои были связаны с тем, что производилась реконструкция силовой подстанции 110 тысяч вольт Гастагаевская. Производилась замена трансформаторов и производилась замена высококольных проводов, чтобы обеспечить большую пропускную способность. Как мы уже разбирали из-за того, что здесь нет газа и большая масса людей таблиц электричеством, у нас ежегодно растет мощность. Чтобы ее пропускать, мы вынуждены производить модернизацию. Без отключения, к сожалению, эти работы мы выполнить не можем. Число жителей из станицы неуклонно растет, поэтому нагрузка на инфраструктуру также будет увеличиваться. Нынешняя встреча явно не последняя. Что касается газификации, то в Совете общественности пообещали держать жителей в курсе того, как продвигается проект. Тест для проверки знаний, историю культуры народов нашей страны сегодня прошли анапчане. Курорт принял участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Писали его на базе гимназии «Аврора». В Анапе проживают представители более 80 национальностей со своими традициями, культурой и языком. По словам организаторов, интерес жителей города-курорта к акции «Повышение грамотности» возрос. В этом году в ней приняли участие более 50 человек. Большой этнографический диктант схож с тотальным. А формат заданий напоминает ЕГЭ. Каждому участнику выдают индивидуальный номер. Так он может узнать свои результаты на сайте. Ведь работы сдаются анонимно. В шести аудиториях свой уровень этнографической грамотности проверили учащиеся школ, студенты, дипломированные специалисты и даже депутаты. Это история. Это знание того государства, где ты живешь. Его, наверное, когда знаешь все это, это мощь, это сила. Ты понимаешь, сколько людей много. Сколько много всего и даже если так пробежаться по некоторым вопросам, они связаны и с государством, и с народностями, и с численностью. То есть на самом деле это в первую очередь наша история. А это важно. На выполнение тестовых заданий дается 45 минут. Вопросы были посвящены культуре дружественных народов, их религии, нюансам языка, а также различиям ведения быта. В прошлом году большой этнографический диктант в Анапе написали 34 человека. В этот раз их количество возросло почти в два раза. Несмотря на каникулы, в акции приняли участие и гимназисты. Были вопросы очень сложные, но углубленное знание на эрудицию нужно очень углубленно учить историю России и историю народов России, чтобы ответить как можно больше, ближе к ста. Я думаю, написал больше половины, по крайней мере, правильно. Ну да, понял, что у меня слабые знания по народам России и по истории России. И буду стараться подтягивать. Трудно, конечно, ответить на вопросы о тех национальностях, с которыми ты непосредственно не связан. На территории Краснодарского края проживает много национальностей, но, к сожалению, мы не очень хорошо знаем все национальности России. Поэтому в прошлом году результаты, средний балл был где-то 57. Но мы надеемся, что это дало хороший толчок для того, чтобы люди заинтересовались своей страной, заинтересовались народами и поискали материал, почитали. Пока неизвестно, будет ли проводиться большой этнографический диктант в следующем году. Но в планах организаторов сделать мероприятие традиционным. Каждый участник получит сертификат. Свои результаты можно будет узнать 12 ноября на сайте МирЭтна с помощью индивидуального номера. Завтра в Анапе откроют памятные плиты на Триумфальной арке, сооруженные в ознаменовании столетия героического подвига казаков Таманского отдела, Кубанского казачьего войска и армянских добровольных дружин в Первую мировую войну. Состоится открытие в 10 часов по адресу Пионерский проспект, 3. Это не единственное мероприятие завтра, в котором можно будет принять участие. В День народного единства для напчан подготовили масштабную развлекательную и культурную программу. Скучать точно не придется. На Театральной площади в 10 часов откроется праздничная ярмарка предприятий торговли, сельского хозяйства, общественного питания и здравниц, а также фестиваль национальных блюд «Стол дружбы». На улице Астраханская будет работать ярмарка-выставка «В мире радушных ремесел», которая объединит мастеров декоративно-прикладного искусства. В это же время на главной городской площади стартует молодежный квест и студенческий фестиваль «Дружба народов», организаторы которого будут развлекать публику на интересных интерактивных и спортивных площадках. С 11 до 14 часов на Театральной площади пройдет концертная программа творческих коллективов «Анапы» «Мы вместе, в этом наша сила». Любители спорта и активного отдыха смогут принять участие в состязаниях по подъему гири и перетягиванию каната, сдать нормы ГТО. Ну а вечером праздничные торжества продолжит всероссийская акция «Ночь искусств». С 18 и до 1 часа двери для посетителей откроет археологический музей «Горгипия», а с 19 часов творческие мероприятия стартуют в Центре культуры Родины. В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время мероприятий, посвященных Дню Народного Единства, в Анапе 4 ноября, с 8 до 15 часов будет ограничено дорожное движение на участках отдельных улиц. На них будет закрыто движение и запрещена стоянка всех видов транспорта, за исключением спецтехники. Движение ограничат на участках по улице Астраханской от Терской до Набережной, по улице Протапова от Ленина до Астраханской, по улице Пушкина от Соборной до Русских Ворот – по улице Горького от Краснодарской до Астраханской. В День Народного Единства у Анапской семьи Дудиновых будет еще один праздник. Супруги Александра и Галина отметят бриллиантовую свадьбу. Для них 60 лет совместной жизни – это счастливые годы, продолжающаяся сказка с искренней заботой друг о друге. Юбиляров уже начали поздравлять коллеги по работе, соседи, а также самые близкие люди. В чем же секрет семейного счастья и прочных взаимоотношений юбиляров, узнала наша съемочная группа. Александр Егорович и Галина Александровна встретились еще в студенческие годы в городе Нальчик. Как они сами вспоминают, совершенно разные по характеру – прилежная ученица и хулиган-двоечник. Казалось, им найти общий язык невозможно. Но Александр из всех девушек приметил именно ее и без раздумья практически сразу решил жениться. Галина Александровна – педагог по образованию, общий стаж работы – 57 лет. Александр Егорович выбрал для себя не менее благородную профессию – милиционера. В Анапу супруги переехали в 62-м году и с того времени место жительства не меняли. По словам друзей и коллег, семья Дудиновых – пример трудолюбия, взаимоуважения и супружеской верности. То, что видела я, как Галина Александровна спускалась по лестнице, и каждый раз, каждый раз, идя на работу, она говорила – Саша, а Саша на балконе стоит. Это было не один раз, это было все время. Помню, как бежит Александр Егорович с цветами, галочки, это галочки, чтобы она у меня самая красивая была. Она и была самая красивая, сейчас самая красивая. Да, да, да. Вот для нас это пример. В доме есть свои уголки уюта. Здесь самое дорогое – портреты детей и внуков, ордена и грамоты, а также памятные сувениры. А в этих фотоальбомах хранится вся история семьи Дудиновых, начиная со студенческой скамьи. Секрет семейного счастья для этих людей прост. Надо просто уважать друг друга, и в жизни все бывает. И обиды, и ссоры. Ну, жизнь есть жизнь. И главное – не зацикливаться на недостатках. Мне что-то не нравится в нем, ему не нравится что-то во мне. Надо уметь прощать, надо уметь вовремя остановиться. Правда, с годами это так трудно, но все равно. Надо уметь вовремя прикусить язык. Все праздники Дудиновы отмечают вместе. У Александра и Галины небольшая, но дружная семья. Сын Алексей живет с женой и детьми. Бабушка и дедушка души нечают в своих внуках. С самого рождения помогали их воспитывать. Организовывали игровые вечера, придумывали интересные конкурсы и головоломки. Теперь подросшие внуки отплачивают той же монетой, помогают по хозяйству, покупают продукты и всегда готовы поддержать в трудную минуту. Здоровья хочу пожелать. И не потерять вот эту искорку, не потерять вот эту любовь, которая у них есть. Но я думаю, что это невозможно. Они любят друг друга настолько, насколько это в принципе возможно. Поэтому просто здоровья хочу пожелать. И пускай подольше будут с нами. 60 лет вместе – это в три раза больше, чем поодиночке. И все эти годы в семье царит любовь, понимание и взаимоуважение. И если нашей молодежи нужны герои, на которых хочется равняться, то пусть они будут такими. Сегодня в детском лагере смена тушили пожар. Причем на глазах у юных отдыхающих. На территории загорелся легковой автомобиль. Такова была легенда показательных учений. Их специально для сменовцев организовал 11-й отряд Федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю. Анапские пожарные продемонстрировали участникам детского форума юный инспектор дорожного движения, как производится деблокирование и извлечение пострадавшего из поврежденного при ДТП автомобиля. Используя воду и пену, караул ПСХ-44 профессионально потушил пламя на демонстрационной «Волге», произвел демонтаж крыши автомобиля с помощью гидравлического оборудования и передал спасенного пострадавшего в руки медикам. После завершения практической части каждый сменовец смог познакомиться с устройством пожарной машины и специальным оборудованием. Демонстрация получилась зрелищной и впечатляющей. Впечатлила работа пожарников. Быстро приехали, когда подожглась машина. Все было круто, понравилось. Да, они достаточно быстро потушили пожар. Это здорово. Ну и вообще интересно такие мероприятия, то, что проводятся. Ну, мы думали, будет показано, типа, ну, там, зажжут машинку, потушат ее и, как всегда. А здесь прям посадили живого человека, отпилили крышу. В общем, очень приближенно к реальным условиям все было. Это, конечно, восхищает. При помощи таких мастер-классов человек может понять, что он находится под защитой и под какой защитой он находится. И также, мне кажется, для детей эти мастер-классы могут для кого-то из мальчиков, это может привить любовь к этому делу. Кто-то из них в будущем станет также МЧСником. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Ежемесячный профилактический осмотр, неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни, скидки на дополнительные услуги центра до 20% от 3,5 тысяч рублей в год. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует...